Громче я, к сожалению, не могу говорить, потому что я потерял голос. Я в этот микрофон говорю. Я надеюсь, что я буду... В общем, я не смогу устоять там, я буду ходить по сцене. Я постараюсь говорить громче, я себя нормально слышу. Итак, добрый вечер. Меня зовут Алексей Баранцев, и я буду сегодня закрывать первый день. Сначала я хотел сделать мощный технический доклад про границы, про технологические границы в первую очередь. Но потом, когда я понял, что я буду закрывать первый день, все уже уставшие, уже хочется домой, хочется кушать, кому-то уже хочется спать, я решил немножко поменять тему доклада, вернее, поменять его содержимое, не меняя саму тему. Поэтому мы сегодня с вами поговорим про границы, как я и планировал, но немножко все-таки я вас постараюсь повеселить, рассказать вам кое-какие забавные штуки, связанные с анализом границ. Итак, это будет монолог в двух частях. Первая часть будет подлиннее, и там все-таки будут технические детали. Вторая часть будет покороче. Первая часть будет техническая. Вторая часть будет совсем не техническая. Итак, часть первая. Границы внутри программы. Кто читал вот эти книжки? Хотя бы одну из них. Значит, вы должны знать, что бывают такие техники эквивалентности. Одна из них называется техники тестирования, техники тест-дизайна. Одна из них называется анализ класса эквивалентности, а другая называется анализ границ. Они, на самом деле, достаточно тесно друг с другом связаны, потому что границы это и есть те самые границы класса эквивалентности. На конференции Square Days 7, которая проходила в Харькове, я рассказывал про классы эквивалентности. Как раз вот тогда я мало упоминал про границы, я говорил про то, что внутри классов происходит. Сегодня я больше внимания уделю именно границам, которые я вскользь упоминал, но подробнее пришлось подождать несколько лет, пока наступит уже одиннадцатая конференция. Узнаете? Что это? Правильно, это Украина. У Украины есть границы. Много границ с разными государствами. Вот это самый типичный пример границ. Что происходит на границе? На границе заканчивается Украина и начинается что-то другое. Что-то меняется. Меняется государственный язык, меняются законы, по которым живут люди. Вы перешли через границу, оба-на-на, и вы все, вы уже не подпадаете под юрисдикцию Украины, если только вас обратно не депортируют. Границы бывают разные. Вот они, собственно, украинские границы. Да, серьезно, это граница. На одной из фотографий граница с Генгрией, на другой граница с Румынией. Где какая? Да, черт, я знаю, все границы одинаково выглядят. То есть везде стоит столб, там, и все. За границей уже что-то другое. Уже не Украина. Но, вообще говоря, границы чаще всего проводятся по каким-то естественным ориентирам, иначе трудно понять, где она проходит. Но если она проходит по речке, тогда все понятно. Один берег Украины, а другой берег, кстати, Молдавии. Это уже граница с Молдавией. Это удобно, проводить границы по каким-то естественным местам. А вот граница, которая проходит не по очень естественному месту. Это граница Мексики-США. Совершенно правильно. Это то самое место, где мексиканцы через эту границу перебегают. США. Слева США, справа Мексика. Да, не наоборот. Вот там вот, где много народу, там Мексика. А там, где вольно, там США. Понятно, почему они оттуда сюда перебегают, но там тесно. Реально тесно. Их тоже очень четко видно границу. И видно, как меняется. Очень четко видно, что слева и что справа. Меняется. Очень здорово заметно, как меняется. Не только законы меняются. Вообще вся жизнь меняется, когда вы переходите через границу. Вот граница между Россией и Республикой Белоруси. Посмотрите, как меняется дорога. Здесь, по эту сторону Россия. А вот там, где гладко так все, асфальт, там Белоруссия начинается. И вот то же самое, но с другой стороны. Видно, как меняется, да? Едете, едете, все классно, асфальт супер. Все, началась Россия. Странно. Дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык. На границе что-то меняется. Собственно, в этом суть границы и заключается. По эту границу что-то одно, по другой стороне границы другое. Но не всегда бывает все так просто. Слева Нидерланды, справа Бельгия. А вот такие вот крестники на квадрате, какая-то граница. И эту границу провели прямо посередине деревни, в которой находится вот эта кафешка, прямо вот посередине кафешки. Вот проходит вот так вот граница. Почему она тут проходит? Ну так исторически сложилось. Вообще говоря, можно было ее сдвинуть чуть-чуть влево или чуть-чуть вправо, вот так вот вокруг деревни обвести. Ну какая разница? Собственно, Бельгия, Нидерланды, там все перепутано, там никакой разницы нет. Однако, когда мы говорим про границы между странами, там всегда, чаще всего, они бывают проведены более-менее произвольным образом. Особенно хорошо это заметно, когда вы на Африку посмотрите, там все так вот, чш-чш, выделили. Судан. Сейчас этот Судан пытается разделиться. Южный Судан, северный Судан. Еще что-то там отделиться пытается. Они пытаются провести естественные границы, потому что им не нравятся вот такие прямые. Естественные границы лучше. Естественные границы существуют в природе, вот там вот все четко и понятно. Если люди, они что-то там договариваются, где будет границ пройти в природе, все четко и ясно. Пустыня, море, между ними граница. Но, но, это граница не четкая. Море приходит, уходит, приливы отливы. Просто волны накатываются. Есть некоторая полоса. Вот эта вот полоса пограничная, на ней совершенно особая жизнь. Собственно, на ней самая жизнь-то и происходит. На границе. На границе всегда что-то особое. Не такое, как слева, не такое, как справа. Там совершенно особая жизнь. Но самое главное, конечно, в границе то, что при переходе через границу все очень здорово меняется. Рыба не может вылезти на сушу и начать жить в пустыне. Это у нее там, естественно, следа обитания. Гранита. Слева дикая природа, справа культурная. Слева лук, справа поле. Их разделяет такая дорожка. Сверху небо, снизу земля. Еще одна граница. То есть, если вы посмотрите на какую-то картинку, на ней границ разных, можно найти великое множество. Где все живут? Все живут на границе. Между небом и землей, конечно, где-то в травке. Под землей живет мало народу, по-моему, животных. В воздухе там тоже мало птиц летает. Все в основном живут вот здесь вот на границе. На границе все очень интересно. В науке. В науке с границами тоже интересно. Их тоже много. Это вот картинка про пар, про давление пара в котле. Тут нарисованы разные агрегатные состояния, так называемые фазовые диаграммы, фазовый портрет того, что происходит в котле. Тут разные области. Между областями граница. Когда вы что-то вот такое нагреваете сильно, то происходит переход. Вот еще, пожалуйста, картинка. Тоже на ней отмечено много границ. Разные состояния вещества. И давайте теперь, собственно, ближе к тестированию. Когда мы говорим про тестирование, то эти границы тоже там бывают разные внутри программы. Вот те, которые мы анализируем, те границы класса эффективной лентности, которые мы выделяем, они бывают четырех типов. Физические границы. За этой границей ничего нет. Вообще нет, не может существовать. В принципе, граница есть. По одной стороне что-то существует, по другой стороне нет ничего. Я сейчас примеры приведу, будет понятно. Логические. По ту сторону что-то есть, но оно не имеет смысла. Оно может существовать, но оно нелогично. Это так называемые плохие данные. Совсем плохие. Настолько плохие, что им нельзя придать никакого смысла. Произвольная граница. Произвольная граница находится там, где ее кто-то придумал. Аналитик сказал, что граница будет здесь. Почему здесь? Ну где-то она должна быть. Где-то мы должны себе границу поставить. Давайте здесь. Давайте. Не вопрос. И технологические границы. Технологические границы это так устроено. Вы взяли, например, какую-то программу, да, и работаете с ней. С чужой программой. И в ней есть какие-то границы. И вы их не можете поменять. Свои собственные. И вы можете решать, где они будут проходить. Чужие? Нет. Если компания Microsoft сказала, что в эту функцию нельзя передавать число больше, чем 155, значит все. Не можете передавать. Вы можете хотеть передвинуть эту границу, но не можете. Она технологическая. Пример физической границы. Физическая граница, еще раз повторяю, это то, что не может существовать в принципе, потому что так устроен наш мир. Время. Время не идет назад. Это можно увидеть только в фантастических фильмах, путешествия в прошлое, путешествия в будущее. У нас все очень четко. Время идет только вперед. Поэтому, если, например, у вас надо тестировать программу, в которой есть какие-то тайм-ауты, вы не можете сделать отрицательные тайм-ауты. Или вы тестируете телефончик, да? Вы не можете организовать отрицательное время продолжительности разговора. Поговорить в минус 5 минут и посмотреть, что случится. Как? Никак. Нельзя. Или у вас есть поле для ввода строчки. Попробуйте ввести туда строчку длины минус 5 символов. Слабо? Слабо. Ноль символов. Пустая строчка получит. Минус 11. Все. Устроен нельзя. Так устроен наш мир. Мы не можем нарушать физические границы. Надо просто помнить о том, что они есть. Дойти на физические границы мы можем. Длина продолжительности разговора 0. Строчка длины 0. Что-то обычно доходит до границы. И дальше не имеются возможности принципиальные. Логическая граница. За логической границей начинается бессмыслица. Но все-таки об этой бессмыслице можно как-то говорить. Можно ее предположить. Например, если мы говорим про длину продолжительности разговора, то организовать разговор продолжительности минус 5 минут нельзя. А если у вас есть, например, калькулятор. Сколько с меня возьмут денег по такому-то тарифному плану, если я поговорил столько-то минут? Пожалуйста, введите туда минус 5. Я поговорил минус 5 минут. Сколько с меня возьмут денег? Не должны. Вам скажут, мы вам выплатим сколько? Миллион долларов. Если вы сможете поговорить минус 5 минут. Ну, на самом деле, вам посчитают по тарифному плану, честно посчитают, но вам выплатим минус 3 доллара. Увы. Даже если вы совершите такой подвиг и поговорите минус 5 минут, вам все равно выплатят минус 3 доллара. Все так мало. Я нарушил законы природы. Ну, можете где-нибудь в другом месте у ученых попросить. Однако, однако, чаще всего все-таки вы такие нелогичные вещи можете делать. Ввести куда-то там рисунок у вас есть. Хочу сделать рисунок размером минус 100 пикселей. Не вопрос, попробуй. Ввел минус 100. Что-то случится. Программа, скорее всего, в этом случае сообщит нам о том, что происходит какая-то путаница. Нельзя сделать то, что вы хотите. Вы нарушили логическую границу. Но логическую границу можно и нужно нарушать именно потому, что ее можно нарушить, и программа должна адекватно отреагировать. Когда мы говорим про пользователей, с точки зрения пользователей, понятно, что такие плохие данные. Плохие данные – это те, при которых он не получит никакого хорошего результата. С точки зрения тестировщика плохих данных не бывает. С точки зрения тестировщика все данные равны плохие данные, хорошие данные, еще какие-то там очень плохие данные, очень хорошие данные. Программа во всех случаях должна выдавать адекватные ситуации ответы. Вы ввели отрицательную длину разговора, вы должны получить об этом какое-то адекватное сообщение. Нельзя тарифицировать. И это правильное поведение программы, правильный ответ на правильно введенные данные. Если вы, конечно, ввели эти данные каким-то читерским способом, то есть вам запрещали вводить туда отрицательное число, вы все-таки как-то умудрились, то это совершенно отдельный разговор. Но если программа допускает ввод каких-то данных, то она должна на это выдавать какой-то адекватный результат. В эту сторону нарушайте границы смело, пытайтесь. Переходите логические границы. Иногда программы работают, не обращая на это внимания, на то, что результат получается бессмысленным. Я зашел на некий сайт, где можно посчитать, есть там калькулятор калорийности товаров. Что будет, если я съем минус килограмм кончиков и минус килограмм помид? Ну, значит, вы сразу похудеете на вот столько же. Классный способ похудения. Надо всего лишь съесть минус килограмм кончиков. Однако же ничего не ломается. Кому от этого хуже, а то, что программа так работает? Да никому. Пользователь ввел бессмысленные данные, получил бессмысленный результат. Это его проблема. Не всегда так возможно. Если вы придете в банкомат и попросите выдать вам минус 100 долларов, что должен делать банкомат? Он не может просто показать какой-то ответ, он должен что-то сделать. Там надо более тщательно к таким вещам относиться. То есть вот о бессмысленности или бессмысленности результата нужно очень внимательно печься, именно тогда, когда это может привести к плохим последствиям. Логические границы от произвольных отличаются тем, что логическую границу нельзя никуда подвигать. Она находится там, где она должна быть. Там, где она соответствует здравому смыслу, соответствует природе вещей. Произвольная граница находится где угодно. Тот же самый калькулятор, только немножко в другом месте. Я взял возраст 99 лет. Ну, я старик, но я тоже попекусь о своем здоровье и хочу узнать, что мне можно кушать, что нельзя. Мне говорят, нет, заботиться о своем здоровье можно только если вам больше 13 лет и меньше 80. Почему? Почему после 80 мне нельзя сесть на диету? Можешь умереть. И до 80 лет человек еще достаточно живучий, и наша диета ему не повредит. Но, тем не менее, кто-то, аналитики, разработчики или еще кто-то решили, что вот такие границы применимости наших советов, наших рекомендаций, нашей программы. от 13 до 80 лет. Почему не от 14 до 70? Ну, почему бы и нет? Вот как хотим, так и решать. Мы вправе поставить границы там, где мы хотим. Более того, разработчики специально ставят границы поменьше. Зачем? Чтобы вы не могли добраться до настоящих логических границ, за которыми начинается путаница. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Это очень правильный принцип. Лучше поставить границу поменьше, где допускать пользователей до того места, где начинается бессмыслица. Я сейчас объясню, почему лучше остановить его на дальних подступах от этой границы. Для этого есть важные причины. Вот это вот главная разница между логическими и произвольными границами. Произвольные границы вы должны просто всячески тщательно пытаться преодолеть любой ценой. И добраться до настоящих логических. И преодолеть даже логические. Разница между произвольными и технологическими границами различается как я уже сказал разница между ними в том что произвольные придумали вы сами а технологически придумал кто-то другой кто-то установил какой будет максимальный размер памяти который отводится java машине почему 4 гигабайта а если мне надо 5 нельзя почему максимальное число 232 степень так устроен компьютер мне надо больше нельзя ну ладно хорошо вот те 264 64 бедные будет учать числа а мне еще больше нельзя кто-то подумал и решил что вот так самая интересная технологическая граница с которой я сталкивался это стандартное поле ввода windows если туда вводить достаточно много символов то после ввода очередного символа они все становятся невидимыми исчезают нажимаете backspace бог снова все появляется вольте ног иного символа раз истязают как вы думаете где она находится вот сколько символов можно ввести так что следующий приводил к исчезновению вводить можно но они становятся невидимы 5460 если на экспериментальный путин я не знаю почему она такая я голову ломал в какой-то степени может нет 5460 особое число магическое но вот есть такая граница нельзя вводить больше символов а то невидно будет это придумала компания microsoft вы не можете изменить технологическое какой максимальный размер гет запроса которые вы можете передать в строке браузер 4 килобайта почему так решили разработчики стандарт для них это была произвольная граница надо было что-то стандарте написать они написали будет 4 килобайта но это достаточно много какой идет будет вводить больше некоторые сервера поддерживают больше но имеют право не поддерживать имеет право отказать у вас больше 4 килобайта самое большое число самое большое число это такое понятие которое в разных программных платформах разная но чаще всего это как-то привязано бывает два в какой-то степени что бывает когда вы выбираете до самого большого числа вот совершенно я просто убил перед тем как когда вернулся к этому докладу ввел в гугле такую строчку запроса баг самое большое число и вот пожалуйста нашел буквально первых строчках если в некоем слайдере указать слайдер это такой элемент управления где это как стрелочка вверх если стрелочка вниз есть увеличивать уменьшать по моему это такое если указать там в качестве границы самое большое число то случается ноль по интерэксепшен почему спрашивают я могу указать верхнюю границу чуть чуть ниже самого большого числа если указать самое большое только получается ноль по интерэксепшен почему ну там так хитро происходит внутри что к этому самому большому числу прибавляется внутри для внутренних каких-то нужд единичка и что случается переполнение а что случается при переполнении при переполнении ничего плохого не случается при переполнении после самого большого числа идет самое маленькое число так устроен компьютер там мир за цикл прибавляем к нему единичку получается отрицательное число отрицательное число как хитро округляется а если кто-то был отрицательное число надо превратить его в ноль разработчики написали после того как они прочитали описание этого банка да мы должны принимать во внимание такие вот значения типа max int были на раньше вы не знали об этом что надо принимать во внимание вот такие значения они же граничные на них водится самая интересная жизнь живет она в этой приграничной зоне там выльются все баки почему там боли собаки а потому что там критичное вот эти вот прибавил ничку все слетело высшего земли что слетел оказываешься за границей на границе самая опасность вдали от границ никаких опасностей нет сюда я не культура сюда нечкуплял все равно на своей территории остаешься а на границе чуть-чуть и сразу оказался на чужой территории а на чужой территории и все другие законы применяются несколько примеров багов я буду вам рассказывать про баги а мы с вами будем обсуждать какой тип границы при этом встретился и эта история не подтвержденная документально по крайней мере я не знаю подтверждение документально в израиле американцы отправили туда новые какие-то самолеты которые умеют летать низком на земле полет окибающий лет местности чтобы самолет летел низенько низенько в этом случае его противоракетные обороны не может обнаружить слишком низко летит и законы полнета это сама противоракетной обороны не может учетом за холмом они по прямой смотрят ну короче летят они так летят и друг систему навигации отрубается в израиле дело происходит раз отрубается второй раз отрубается стали разбираться почему отрубается всегда когда они начинают лететь на мертвое море почему они же правильно она находится ниже того что называется настоящим уровнем моря мертвое море находится ниже минус 400 примерно метров ниже уровня моря вот они перелетают через эту границу 0 метров них отрицательная высота в тот момент когда они перелетают через границу у них высота становится равной нулю деление на ноль с тематуре вас перезагрузка дальше все летят нормально перелетает обратно поднимается в море снова отрубилась или не она граница границы пересекать опасно когда что-то попадает на границу с ним случается что-то плохое приходит пограничник лишь манайер и если находят что-нибудь то сразу деление на 0 другой пример с теми не с теми же самым истребителем тут я уже знаю точно это raptor f22 есть документальное подтверждение они летели значит на какой-то тихоокеанскую базу поставки опять-таки вырубается система навигации очень четко что такое что там случилось правильно они вылетели во вчерашний день и сломались пересекли границу мир наш мир тоже зациклен он также хорошо зациклен как вот эти вот числа в компьютере после максимального числа начинается минимально у нас тоже после максимального 24 часа наступает 0 часов следующего дня на следующий день все хорошо когда вы перехали летайте встречи а если вы вчерашний это плохо во вчерашний день всегда прилетать плохо у меня здесь к сожалению такая ситуация система windows 7 вот я вам не могу показать у кого windows xp есть дома можете провести такой эксперимент откройте print сделать там какую-то картиночку маленькой высоты а потом укажите хочу сделать рисунок ширины минус один пиксель зайдите отрывают рисунка поменять так чтобы вы вылетите за левую границу мира окажетесь на правой границе и вас получится очень очень широкий рисунок максимальной возможной ширины мир зациклен и наш мир тоже зацикл вот york town это авианосец здорово с ним случилась такая история а да кстати я же обещала спросить какие это границы какого типа логическое нулевое уровень экрана уровень моря логическое физическое лишишь можно пересечь без проблем логическая почему логическое призвольные люди договорились считать это рыбом на ля то есть вообще-то на произвольную но с какого-то момента поскольку все договорились и теперь все уже на это заточено можно считать что на технологическое то есть в какой-то момент когда это принято в качестве стандарта когда всеми согласованы можно считать технологической уже точно не логической ее можно было поднять чуть-чуть повыше опустить чуть-чуть пониже как захотели так и провели 180 градусов переход да то же самое да то есть какой-то момент времени пока еще не было вообще представление у людей о том что вот эти пояса часовые есть переход дата самолет могли спокойно летать как самолетов тогда не а так могли бы летать спокойно либо ничего не ломался но в какой-то момент времени договорились что здесь будет проходить границы перемены да и с этого момента вот в этот момент она была еще произвольный с этого момента она уже можно сказать стало технологической ну уж точно не логическое там нет ничего такого магического чтобы она проходила именно здесь она может проходить чуть левее чуть проведет никаких проблем Вертал, с ним случилась такая история. Там была такая система управления двигателем здоровой, и механик, когда надо запустить двигатель и поехать куда-то, он вводит параметры. Это была знаменитая история. Майкрософт очень здорово облажался, потому что Windows NT у них упала после этого случая, как раз во время этого случая. Короче, механик заполняет некую такую форму с параметрами двигателя, одно поле оставил незаполненное. Это поле было проинтерпретировано как нулевое значение, как будто туда введено, деление на ноль, двигатель останавливается, срочно сказали, нам нужно здесь, вот, значит, авианосец, чтобы продолжать военное учение, авианосец стоит, никуда ехать не может. Двигатель и заглохли, компьютер упал, перезапускает, после перезапуска у них снова конфигурационный характер сохранился, да? Пытается запустить двигатель, обувь, и так вот ими целый час его пытались запустить. Вызвали там специалистов, техников, короче, чтобы разобраться с этим, как-то подчистили конфигурацию, наконец запустили. Деление на ноль. Забыли заполнить какое-то поле формы. Какого типа эта граница была нарушена? Скорее всего логическая. Там все параметры, которые можно было указывать, они вот были, ну, ноль, скорее всего там был логический границ. Даже если можно было указывать отрицательное и положительное значение, все равно ноль, скорее всего, логическая граница в данном случае. Ариан-5. Знаменитая, одна из самых дорогих катастроф в истории человечества. Европейское космическое агентство запускало свой самолет, ой, прошу прощения, ракетоноситель Ариан-5. И она у них... спокойно. Тут можно ходить без звука. Она у них вот так вот полетела, 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 взлетела, потом начала вложиться на курс выхода на орбиту, взлетела до какой-то точки, вы смотрите, ее начало разворачивать, она развернулась вот так и взорвалась. Что произошло? Почему это случилось? Она долетела до максимальной высоты горизонтальной, на которой там могли работать какие-то рули, и после этого эти рули отрубились. Почему? Потому что программу взяли от предыдущей версии ракеты Ариан-4. И там действительно это была максимальная высота, на которой эти рули могли работать. В новой версии рули могли работать на более высокой, на большей высоте. И должны были отрабатывать на большей высоте. Но она до туда не долетела. Она долетела до максимальной старой высоты и отрубилась. Какая это граница? Технологическая. Когда ее придумали, она была произвольная. Для Ариан-4 она была произвольной. А не физическую? Нет. Физическую ее нельзя преодолеть никак. Ариан-4 переставали работать на этой высоте. Они не переставали работать. Это была граница, которая гораздо ниже, чем физическая. Специально сделана ниже. Здесь же еще запас прочности. Так что она была поставлена как в производстве. А потом, в новой версии, она должна была быть поднята вверх. Забыли. Забыли, грубо говоря, забыли переписать одну константу. И ракета ровнула. Одна из самых дорогостоящих катастроф. Забыли протестировать, что так оно и есть. Надо было попробовать перейти через эту границу. Надо было посмотреть на эмуляторе, как будет работать при пересечении этой высоты. Не проверили? Снова Paint. Если Paint попросить сделать достаточно большой рисунок, он скажет, я не буду делать этот рисунок. Памяти не хватает. Это нормально. Мы сразу отсекаем. То есть есть какие-то границы, за которыми программа отказывается работать, даже не пытается. Он говорит, это плохие данные. Однако, если указатель рисунок недостаточно большой высоты и ширины, где-то примерно 10 тысяч на тысячу пикселей, то программа соглашается принять эти данные. Она смотрит на них и говорит, ну, вроде достаточно хорошие. Раз, и сделала рисунок такой ширины и высоты. При этом она захватывает где-то порядка гигабайта памяти. А у нее, похоже, лимит есть, что больше гигабайта нельзя. Поэтому, если вы сделали вот эту операцию, а потом пытаетесь уменьшить рисунок обратно, то вы получаете сообщение. Недостаточно памяти. Вы пытаетесь его сохранить? Нет, недостаточно памяти. Вы пытаетесь хотя бы закрыть этот Paint? Совсем. Нет, недостаточно памяти для того, чтобы выполнить эту операцию. Ему нужно еще чуть-чуть, и не хватает. Предыдущая операция должна была иметь более жесткие ограничения. Лучше бы они поставили вот эти произвольные ограничения поменьше. И тогда бы им на дополнительную операцию хватило памяти. А так не хватает. При превышении какой-то границы меняется представление числа. Здесь должно было быть написано примерно требует 1110 мегабайт, но оно превратилось вот в такое инженерное представление. У пользователей иногда это может вызвать культурные шутки. Списки. Так, ладно, это не видно, поэтому пропустим. Одна из самых знаменитых границ. Проблема 2000 года. Сколько было денег, потрачено на ее решение, я вообще удивляюсь. Но однажды я в 2009 году, уже 9 лет прошло, наткнулся на проявление этой ошибки. Понедельник 109 года. Представляете, круто, да? Почему опасность возле границы существует? Почему опасно к небесу приближаться? Потому что есть вероятность соскользнуть. Причем соскользнуть можно совершенно не намерен. Вот смотрите. Пример. Вводится нормальное, хорошее положительное число. Где-то внутри, при вычислениях, оно округляется. И в результате этого округления, где-то внутри случается деление на ноль. Все валидаторы пропускают. Хорошее значение, положительное. Но оно внутри соскальзывает на границу. А там пограничники, таможенники, собаки, специальные обочины и деление на ноль. Опасно даже приближаться к границе. Не только ее пересекать. Поэтому, если вас не пускают на границу, при тестировании вам нельзя ввести норм. Проверьте близко к границе. Очень близко к границе. Настолько близко, насколько можно. Подойдите к ней как можно ближе. Еще одна, тоже документированная. Ракета Патриот. Из-за ошибок округления, там, короче, была ситуация какая. Когда вот эти ракеты Патриот проектировались, они были рассчитаны на то, чтобы сбивать наши российские ракеты, которые летали со скоростью 2 Маха. А потом, прошло некоторое время, и стали попытаться теми же самыми ракетами сбивать какие-то новые ракеты, а там летали уже со скоростью 5 Маха. Короче, когда они вычисляли скорость вот этой вот ракеты, которая летела со скоростью 5 Маха, они что-то там на что-то поделили, у них получилось очень маленькое число, оно соскочило в ноль, и ракета у них взорвалась, ну, грубо говоря, прямо на установке. То есть никуда не улетело, тоже деление на ноль, все, ракета никуда не улетела, взорвалась прямо на установке, погибло, что-то уж, типа 100 человек солдат. Не протестировали. Можно это все было софтверной, софтверная ошибка, но приводит на это к совершенно удачным последствиям. Поэтому, поэтому вы, тестировщики, приближайтесь к границам, переходите границы. Технологические сложнее всего, потому что они чужие, но даже их нужно искать и переходить. Произвольные – это ваши границы, которые ваши разработчики и ваши аналитики придумали. Спрашивайте, выясняйте, переходите. И самое главное – пытайтесь попасть на границы. Техника класса интеллектности – это все классно, здорово, но больше всего времени уделяйте анализу границ, старайтесь на них попасть. Если не пускают на границу или за границу, используйте любые методы, которые только возможны. Используйте нестандартные методы ввода, не разрешают вводить складатуру, вводите через кликборд, вводите через альтернативный интерфейс, разные интерфейсы ввода данных. Не разрешают вводить через форму, найдите место, где можно импортировать, чтобы там валидаторы не сработали. Засунуйте, в конце концов, эти данные напрямую в базу через какой-то специализированный интерфейс, через интерфейс администратора. Смотрите, что с вашей программой случилось. Отключите валидаторы, если это возможно, вебе, вообще без проблем, в тест-топных приложениях попросите программиста, чтобы они отключили валидаторы. Зачем? Зачем? Чтобы в программу попали плохие данные. Зачем? Да. Чтобы узнать, насколько тяжелые последствия будут, если вдруг этот валидатор случайно отвалится. лучше, если в программе есть несколько кордонов, чтобы если первый валидатор отвалится, на следующем этапе был еще один кордон. Два валидатора вряд ли одновременно отключат случайно. Один может пострадать. Пусть будет несколько, которые не защитят. Старайтесь понять, как внутри преобразуется данное, чтобы понять, где внутри сможет у вас случиться деление на ноль. Что надо ввести снаружи, чтобы внутри округлилось в нужную сторону и попаливая в ноль. Или какое-то еще другое действие. И как далеко надо двигаться в этом направлении? С границами все очень сложно. Я сначала хотел нарисовать здесь луковицу, чтобы вы переходите через одну границу, за ней другая, потом другая, 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 как слои луковицы. Потом подумал, подумал и решил, нет, это похоже не на луковицу, это похоже на зеркальный лабиринт. Вот вы в некоторые границы ломитесь, кажется, что хотелось бы туда зайти, а перейти туда нельзя. Потом в каком-то месте вы границу переходите, вот здесь вот оказалось не зеркало, а реальный проход. И перед вами снова открывается совершенно другой мир. То есть новые какие-то границы появляются. Вы нашли границу, и за ней еще, 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 еще. Потом следующий перешли, и там еще, 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 еще больше. До каких пор надо в этом направлении двигаться? До тех пор, пока вас не остановят. До тех пор, пока кто-то не решит, что больше нас уже все, что там дальше, не интересует. Почему это то, что нас дальше не интересует? Ну, мы считаем, что риски недостаточно высоки, последствия, стоимость дополнительных усилий слишком высокая. Как это определить, что последствия будут маленькими? А вдруг ракета упадет? А вдруг не взлетит? А вдруг взорвется прямо у нас, вот здесь, во впусковой установке? А вдруг самолет отключит систему навигации, а он же летит невысоко, на дурне моря, все на автоматике нападет совсем? Как это узнать? Лучше попытаться дойти до всей границы, перейти все границы, которые только удастся. Любой ценой. Даже если вас останавливают, делайте все равно что-нибудь, чтобы пытаться их перейти. На каждой итерации делайте по одному дополнительному тесту. Один дополнительный тестер ничего не сделает в дыру в бюджете. Но постарайтесь каждый раз ткнуться в каком-то еще одном дополнительном направлении. Вдруг где-то вы сможете пройти через этот стеклянный лабиринт, циркальный лабиринт, и там откроется что-то новое и интересное. И вторая, очень быстро, мне уже показывали бумажку, да, я знаю. Вторая часть очень быстро, не техническая, а граница внутри людей. Первая граница, которую мы сами себе ставим, это оборудование. У нас не хватает оборудования, чтобы протестировать то-то, то-то. Это все ерунда. Оборудование стоит сейчас гораздо дешевле, чем люди. Купить дополнительное оборудование можно и нужно, если это существенно, если это нужно для преодоления границ. Спецификация. Спецификация для тестировщика является очень серьезным ограничением. Я тестирую только то, что написано в спецификации. Ну и дурак. Спецификация написано не все. Тестировать надо то, что нужно, а не только то, что написано в спецификации. Если ты не протестировал что-то, это означает, что ты этого не знаешь, и никто этого не узнает. Мы не узнаем, как программа работает в тех местах, которые не описаны в спецификации. А лучше бы узнали. Лучше бы мы об этом узнали раньше, чем об этом узнают наши пользователи и сообщат нам. мы не сможем оправдаться. А у нас это не было написано в спецификации. Нет, тестировщик может такую отмазку отмечать. Но это не честно. Это неправильно. Это подстава всем остальным. Подстава руководства, подстава бизнеса, подстава нашей компании. План. Тоже очень серьезное ограничение, которое мы сами себе ставим. Я тестирую только то, что у меня написано в плане. То же самое. Ну и дурак. Тестировать надо то, что в плане, а также то, что нужно. Нужно найти всю всю существенную информацию. Если для этого нужно изменить план, нужно изменить план. Вы наткнулись на что-то интересное. Сообщите об этом тому, кому это важно. Пусть они примут решение. Можете менять план. Функциональная фиксация. Я про это уже рассказывал. Поэтому на конференции в Казани. Поэтому те, кто хочет, могут посмотреть ролик про Казан. Границы восприятия. Мы тестировщики. В основном молодые люди. Ловкие, крутые. Все такие себя. Попытайтесь представить себе на месте человека с не очень хорошим зрением. С не очень хорошей координацией движения. С не очень хорошей моторикой. В возрасте моторика у человека гораздо ухудшается. Поставьте себя на их место. И потестируйте. Посмотрите на вашу программу с их точки зрения. Преодолейте вот эту границу между собой, молодым и крутым, и реальным пользователем, который, может быть, обладает некоторыми физическими недостатками. Образование. Мы очень умные. В основном люди, которые работают в IT, это люди с техническим образованием, с хорошим техническим образованием. И нам бывает сложно понять тех людей, которые работают с нашими программами, которые таким образованием не обладают. Это бухгалтеры, это геологи, это инженеры на заводе, которые тоже с техническим образованием, но совсем другим. Это домохозяйки, в конце концов, у которых, может быть, вообще никакого образования нет. Есть и другая проблема с образованием. У нас образование техническое, а у них образование, например, финансовое. И нам надо не только наше образование, нам надо еще и их образование иметь, чтобы понять, как они должны быть. То есть они не хуже нас, они другие. Вот эту границу надо перейти. Компания является очень серьезной границей. Для вас здесь это правило, граница уже преодолена. Вы на конференции, вы преодолели, по крайней мере, границу компании, вы имеете возможность общаться с коллегами. Вот этот вот выход за пределы компании, когда вы общаетесь не только с вашим соседом, не только с вашим аналитиком и разработчиком, но и с другими тестировщиками и других компаний, ходите на встречи сообществ, в интернете где-то что-то читаете, еще что-то такое, это очень важно тоже. Это преодоление границ. Лень. Вот это вот самая серьезная граница, самое серьезное ограничение, которое тестировщику приходится преодолевать. И напоследок мы с вами посмотрим мультик про тестировщиков. Так, идем на мультик про тестировщиков. Ладно, сейчас его жанру запущу. А где он здесь? Вот, ну-ка нашел. Вот, ну-ка нашел. Так. Это, ну-ка нашел. Так. да-да-да. Да-да-да-да-да. Да-да. Да-да-да-да. Да-да-да-да. Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать на наш канал!